В первой половине команда не инвестировала соответствующий должный уровень защиты. Во второй все стало получаться, стали получше играть в защите, и именно это стало ключевым в победе. Были нужные подборы, команда взяла, хорошие броски были, и поэтому выиграли. Спасибо. Опять мы начали в игру как против Волова. Были в каждую половину 32-33 минуты, и 32 минуты практически были подделены. Между тем, успели мы лепо разводим фау в задней четвертии, чтобы мы смогли в последней четверти распорядить нашу команду, поэтому мы могли хорошо защитить. Пресудили наше добро обрание на краю трактнице. И суди уважали нашу защиту. Что с заднего напада тече, я сам, прежде всего, с экипом с удовольствием, да браним. Прежде всего, последнее нападение, наше защиту, я добивался с командой, как мы будем защищать. И искренне, я сам хотел прожить фау на 10 секунд. Скажу честно, я думал сделать фол за 10 секунд до конца четверти. ПИТАО СЕМ ИГРАЧА ЧТА МИСЛИ ТОМАКС. СПОМИНАЧА НИИ ОБИЧАЙ. Обичное однако делали. Между тем, они социали добрую обрание. Но они себя очень хорошо чувствовали. И решили мы это последнее нападение Николаева защищать. И не ошиблись. Свакако, Николайев данас могло позвать обе утаклицу. Николайев также сегодня могло програти гну. Овоа была наша четверта от трактнице. Эта была четверта игра наше против них. И они съиграли данас известно добро. Они сегодня играю очень хорошо. Пока. Тако, я считаю, что утаклица была хороша и интересна для опублики. Уже сейчас они играют. Они уже 11 утаклица до конца. Поговорим о том что у вас есть свои амбики. И всем спасибо за мир. Это основное. И все. Спасибо. Тахало, самолет в чем мы могли. И мы могли бы снять данную награду, и когда таблица начнет вернуться, что все начало портить бежи и команды с ключом. Тяжелое поражение для команды, игроки сейчас подавлены, не ожидают, что будет такое поражение, но тем не менее, результат как есть, так и есть. В следующем атаке в Южной, вы потеряли своего персонажа. Вы играли с которыми? Я пытался помогать моего команды, Митчел, который не мой парень, я пытался закрыть его. Он ударил Митчел, и он опекал именно Митчел на цель. Он получил большой удар, и я потерял удар. Митчел удался, важный победный бросок. Родни говорит, что он свой бросок смазал. Нельзя сказать, что она уже была у нас в кармане. В любом случае, мы сегодня были к ней близкими, согласны. И вот, что наважно, это было несколько факторов, которые повлияли в итоге на оружие, на тем не менее основные. Подобединское отношение игроков к своей работе. Вот это основное отношение. У меня есть правило. Если команда дома ведет 15 очков в прыгну, то виноват всегда один человек. Виноват тренер. В данном случае, как бы, вообще без вопросов. Потому что мне, как тренер, во втором тайме, точнее сказать, в перерыве, не удалось ребят настроить таким же образом, как и до игры. До игры была одна команда, после игры была совершенно другая команда. И проиграли мы игру не в последнюю атаку, хотя это был шанс на чудо. Мы проиграли в середине четвертой четверти, когда все перестали играть в защите, все начали говорить, кому что делать. В нападении каждый стал играть сам за себя, в первую очередь иностранцы. Но в этот момент уже было поздно. Я пропустил момент в середине, в перерыве между игроками, между таймами и в самом начале третьей четверти. Надо было не пожалеть, может быть, один или два таймата, чтобы встряхнуть команду. Но, к сожалению, я в этом году эту команду встряхнуть не могу. Не могу. Я принял окончательное решение. После сезона я уйду с посла главного таймата. Мне работа не доставляет удовольствия. Меня выталкивает жена ногами на работу, потому что у меня договор с клубом. Не хочу видеть эти лица, которым все равно, как закончится сегодняшняя игра, как закончится результат. Завтра утром придет Родни Грин и спросят, когда зарплата. Не удивлюсь, что он сейчас придет после игры и спросят, когда зарплата. Сергей Григорьевич, может есть два варианта? Или вам уходить из этого клуба или нет? Нет, вариантов нет. Поверьте мне, приедут другие, которые будут такие же. Украинцы большинство такие. Вы сейчас воспитываете на свое место кого-нибудь или будет в клуб сам? Есть президент клуба, который должен принять решение, кого он на это место примет. Еще вариантов нет? Откуда я сам? Может и треть. Ну, гарантий нет, что следующий тоже нет. Сможешь найти общий язык, если я нет. Как его зовут? Юля. Юля, я сам разговаривал по телефону. Да. Юля, это два разных вопроса. Вопрос за отношение главного тренера клуба с игроками и мой личный. Я устал от такой работы, да? Потому что на пресс-конференции в вашем издании я говорил, что мне было всегда интереснее работать с украинцами. Потому что была какая-то жилка, какой-то патриотизм был городу, стране, команде, я не знаю. У этих людей ничего нет. Может быть все-таки продолжить путь украинизации? Это нельзя сделать украинскую команду конкурентную на чемпионате Украины. Потому что лучшие украинцы, скорее всего, это дороже американцев. Да? А те, кого мы можем взять, те будут неконкурентно способны. Поэтому пусть идти, брать все-таки иностранцев. Но в данном случае, поверьте, это не эмоции. Это просто восклицательный знак в череде длинного предложения. Я ехал с Мариуполя и семь часов об этом думал. Ехал в Мариуполь и семь часов об этом думал. Как я должен жить, да? Колманн сидел в Мариуполе, ни разу не подошел на тайм-аут, ни разу. Сидел в трех метрах, веселился, моргал девочкам, смеялся, вышел, шмальнул 9-1. И на все мои претензии посмеялся и пришел на свежение спросил, когда зарплата? Понимаете? Полное неуважение. Не ко мне к Валентину Березе, а к главному тренеру команды. Я принимаю на себя всю вину, что этих людей выбирал я, этих людей приглашал я. И это моя вина, что приехали такие люди, у которых даже грамма какого-то командного духа нету. Спасибо большое. Позвольте вам разразить. Тем не менее, у нас были удачные легионеры в виде Джариуса Джексона, в виде Лава, в виде Мажутиса, в виде прибалтийца, который уехал среди сезона, который очнулся после нового года, и он нашел. То есть, нельзя сказать всех легионеров под одну гребенку. Да, мы согласны с вами, что эта команда не годится. Вы согласны с тем, что вы неудачно поработали на трансферном рынке. Ну, это же не конец истории. То есть, сегодня вы сами знаете полный мир этих, так сказать, вторословных... Вы все правильно говорите. Вы все правильно говорите. Только не учитывайте того, что в нормальных клубах ротация тренерская идет через 3-5 лет. В ненормальных через год. Или три раза за год. Но в нормальных клубах 3-5 лет. 17 лет сегодня никто не работает. Нет таких условий в европейском баскетболе, чтобы тренер мог работать столько лет. Я не имею в виду ни финансовые, ни спортивные. Вопросы эмоциональные. Человек должен после какого-то периода работы получить не двухмесячный отдых. А полутора года будет. Я же не говорю, что я Николаю бросаю и пройду принимать команду во Львове или в Харькове. Нет. Я вам гарантирую, что в течение года нигде никакой команды не буду принимать. Потому что речь не идет только Николаю. Я приеду в другой город, там такая ситуация может сложиться. Поэтому мы немножко отвлеклись от темы сегодняшней игры. Если я в перерыве между третьей и четвертой четверти, объясняю, какими принципами мы будем играть в четвертую четверть и говорю, Дионте, ты должен идти за своим игроком и тебе там помогут. Он идет низом, выскакивает и лупит. Менчила по рукам и мы в одной атаке получаем четыре очка. Я не могу сказать, что человек забыл, потому что это было 30 секунд назад. Я не могу сказать, что он не понял, потому что мы это тренировали на тренировках в течение трех дней. Я могу сказать, что этот человек полностью проигнорировал главного тренера. Потому что он знает, я никаких наказаний ему за это сделать не могу. Дальше. Объясните мне, как в последней атаке Менчилл, который сам результативный игрок матча, мне кажется, оказался без защитника. А я вам отвечу, потому что Родни Грину наплевать на все это. Ему нужно лохакнуть подбор, который бы улучшил его статистику на дно подбора. И все. И все. То есть, цена была решения, или подбор в случае промаха, или проигрыш игры. Он выбрал подбор. Как может быть? Я знаю, что если бы на этом месте стоял маршрутист, он бы не отошел на сантиметр от этого игрока. Не на сантиметр, а не то, чтобы на 7 метров оказаться под кельцом. Последняя атака по вашему сценарию проходила. Грин должен был заканчивать? Да. Только он должен был заканчивать динамики, но ему не позволили. Это уже такие нюансы, которые тут были. Но... Ну, не буду я говорить, начнай. Грин ни в одной из концовок, в этом матче, который ему написал, не забил мяч. С Львовым промахнулся, с Львовым промахнулся, с Львовым промахнулся, здесь, в Николаеве. Вот сегодня мяч промахнулся, сейчас вам скажу, где еще он не забил. В Одессе он не забил. В Одессе не забил штрафные и так дальше. Грин проиграл 5 или 6 концов. Такой сумм. Ну, я его не могу снять. Кто меня в зале понимает, что я снял глину и поставил в данном случае Жегова? Ну, Николаеве, как раз у вас это не будет. Никто не поймет. Никто не поймет. Вот поэтому я считаю, что химик выиграл, заслуженно химик выиграл, благодаря тому, что во втором тайме проявил характер, а моя команда не проявила характер. Вот, причем я хочу вам сказать, что я не выделяю американцев, а украинцы тоже. Украинцы тоже. Да, при том, что Яйло, я знаю, что он человек неравнодушный к этому. Когда Ануфриев начал падать с ног, я его поставил, он мгновенно получил от Терри трешку, потому что не вышел, мгновенно сделал голевую потерю под своим кольцом. Потому что вышел не готовый, потому что он выключился из игры. Вот, считайте, минус 5 за 40 секунд. Я уже себя корю, что я дал Ануфриев отдохнуть, может быть. Но проиграли вот тогда, когда они по величку. Потом просто чудо, чудо, чудо эти броски Ануфриева, чудо эти броски Кривича, которые нас опять вернули. Мы могли благодаря этому чуду выиграть, но не благодаря системе, не благодаря тому, что мы играли лучше. Вот, к сожалению, я разочарован, катастрофически. Я не представляю, о каких плей-оффах говорят эти американцы вам в интервью и выходят, никто не напрягается. Акида Маклеин, он вчера, позачал, у него был тренировок, температура небольшая, 37,2. Вчера ему эту температуру сбили, его еле выгнали палками на эту тренировку. Еле выгнали палками. И он тренировался с полным одолжением, полным одолжением. Я, вы поймите, как бы, я устал говорить, но я, конечно, утвердил, как все кандидатуры, не просто такое разочарование. Поверьте вы мне, что три четверти на коколе, две трети, может, приблизительно такие. Я же разговариваю с людьми, они так же жалуются, то на одного, то на второго, на третьего. Редко кто попадает из американцев, такой, что приезжает, прикипает, горит, старается. Все. Потребители, потребители. Ну, балканцы же, может, это нет смысла смотреть. К сожалению, к сожалению, такие же, потому что система, система общеевропейская, так как развивается, мне непонятно. Мы маленький клуб в такой нерешайшей стране. Мне непонятно, почему клуб платит агенту, агентский, агент мочит клуб за свою зарплату, да, защищает вопросы интересы игрока, а не наши. Блин, да, все нормально, игрок получил зарплату, агент. Мне непонятно. Я не могу ни к кому обратиться, чтобы надавить на игрока. Агенту, которому вроде как клуб заплатил, я начинаю обращаться, он говорит, занимай работу. А в чем же твоя работа была? Загнать клуб на сумасшедшую зарплату и дальше никак этого игрока не наказать? Это, я не знаю, почему такие клубы, ЦСКАП, Натинайкос и другие, эту систему не ломают. Видно, она кому-то интересна. Но она, она неправильная. Я считаю, что он был правильный игрок. Игроку нашли работу, он рассчитался с агентами. Почему? Букваде момента, меня абсолютно непонятно. Агенты наши интересы не защищают. Это одна ситуация. А вторая ситуация, что многие клубы в Украине, сейчас, конечно, меньше и меньше. В течение многих лет просто нереальные зарплаты брать игрокам, хотели брать игрока. Агент говорит, называют пятикратную цену и клуб не торгуются ему дают. Потом видят, что это не то, начинают выгонять и так дальше, и так дальше. И сложилось впечатление, что Украину можно втулить в фуфлу. Сейчас это меньше и меньше. Я хочу сказать, что посмотрите, какая прекрасная комплектация в Одессе. Кинг, Дин уехавший, Лав, Коршу. Мы хотели и Лаву оставить, и я вам говорил, что Кинга хотели взять, но для нас это неподъемные деньги были. Ну, мы профукали, как говорится, с комплектацией теперь, с любым, и у меня полное разочарование от сезона. Все внешние усилия я бы сейчас ушел. Вы же говорили о самом уходе с президентом по комиссии? Сейчас? Ну, я в ноябре просил об отставке, мне не дали. Сейчас просить об отставке, опять не дали. Я ему сказал, что вот то же самое, что, чтобы сегодня меня отпустили, я ушел бы. Потому что для меня, ну, фолоссальная тягость. За той плетей, опять же, я объясняю. Делать то, что я точно знаю, что они в матче с Днепропетровским не сделают. Я точно знаю, что они не выполнят из них команд. За исключением двух команд. Я не могу приходить вот так, как и будет. Это не монолога, только с конференцией. Давайте. Давайте, два вопроса. А вот этот свой, как вы видите, назовем так, творческий отпуск, вы видите в спорте, в бизнесе, в политике, в семье, в путешествии? Я вижу воспитание сына. Я хочу, чтобы мой сын вырос достойным, взаимно Украины, образованным, умным, целеустремленным куда-то, да? Может быть, немножко путешествовать? О чем мы говорим? О чем мы говорим? Потом все-таки вы можете вернуться, да? Ну, через год, может быть. Но не раньше, поверьте мне, что... Ну, колоссально тяжело. Надо на баскетбол со стороны посмотреть, чтобы какие-то новые идеи. Вы меня спрашивали. Вы меняете свои там какие-то там, эволюционируете баскетбол или эволюционируете баскетбол? Ну, для того, чтобы это сделать, нужно со стороны посмотреть, что там баскетбол называется. Я не могу посмотреть ни Евролигу, ни НБА, потому что я смотрю видео Южный Львов, Южный Днепропетровский и так дальше, и так дальше. Потом я смотрю Николаев Мариуполь. Мне некогда посмотреть, что в мировом баскетболе происходит. Конечно, их можно найти, но... Так что это какой-то идеей на работе, что надо от этого отойти. Валентин Борисович, может, есть смысл все-таки воспитать украинскую команду? БК Киев получалось одновременно. Ну, если будет оставаться несколько игр до конца, и будет известно, что... Не хотелось бы, конечно, что мы не попадем в плей-офф. Может быть, есть смысл допускать побольше Шунделя Ажегова и наигровать их? Если мы не попадем в плей-офф, уже нет такой формулировки. Да. Я бы сейчас, раз только контракт с всеми американцами, отпустил бы их домой. Да. Оставил бы украинцев. Тоже не все. Тоже не все, да. И наигровать Шунделя Ажегова. И я вас поддерживаю на сто процентов. Я знаю, что эти пацаны будут мне сегодня в год смотреть и будут умирать. И проиграют эту же игру. Но когда вот падут на паркете на это, мы поднятся в весну. Приедете сегодня в один из значных клубов, вы встретите полкоманды. Празднующих. Наступающий день. Двадцатый день. Советская. Наступающая. Но. Но. То, что мы поставим Шунделя Ажегова и дальше, это не значит, что эти ребята на следующий год будут играть. Потому что я вам говорил, что они достаточно далеки от реального уровня суперлиги. А чтобы подготовить украинскую команду, нужно минимум пять-семь лет. Вот если бы эти деньги, которые можно было бы сэкономить, а распуска иностранца направить на детскую школу, то, может быть, в течение пяти лет можно было бы подготовить украинцев. А вообще, украинцев мало. Их не хватает на 14 команд. Суперлигу. Спасибо, что вы были внимательны ко мне. Выслушали мне. Мне стало легче. Спасибо. Спасибо.